Здравствуйте. Однажды Уинсен Черчилль сказал, плохую власть выбирают хорошие люди, которые просто не ходят на выборы. Как вы наверняка догадались, поговорим мы сегодня именно о выборах. Вернее, о той системе избрания глав муниципальных образований, которая действует сегодня в Архангельской области. Мы помним, как еще в 2015 году правила игры изменились, и глав решили избирать не всенародно, а через депутатский корпус. Споров тогда было много. Полярные позиции, плюсы и минусы предлагаемых изменений обсуждала, похоже, вся область. В результате закон все-таки был принят. В спорах и обсуждениях многие тогда, может, не заметили или, скорее всего, не придали особого значения одному очень интересному и, как оказалось весьма значимому, если не сказать решающему, звену в этой системе, называется оно конкурсной комиссией. Половину ее состава формирует представительный орган муниципального образования, а вторую половину – губернатор Архангельской области. Главные задачи – проверка на соответствие требованиям документов, представленных кандидатами, а также проведение конкурса между ними. В то же время представительным органам муниципальных образований дано право разработать и утвердить свой порядок деятельности комиссии. Только вот наши депутаты, похоже, как-то смущаются или стесняются этим правом воспользоваться и берут за основу типовое положение, разработанное в правительстве Архангельской области. И в этом, на мой взгляд, кроется большая проблема. А пока давайте разберемся, как же все-таки работает новая система избрания глав муниципальных образований в Архангельской области на примере города Новодвинска. Сделать это будет несложно, поскольку я лично принимал участие в процессе в качестве одного из кандидатов. Сам конкурс был объявлен еще в феврале. Все желающие могли принять в нем участие. Для этого необходимо было представить определенный пакет документов, справки, анкеты, заявления и программу развития Новодвинска. Сложности, наверное, могли возникнуть лишь с программой развития, которая по логике должна отражать основные городские проблемы и пути их решения. То ли эти самые сложности, то ли недостаток информации, может что-то другое, но кандидатов в итоге заявилось всего трое. Далее сформировался полный состав конкурсной комиссии. Четыре депутата Новодвинского горсовета и четыре представителя губернатора Архангельской области. И вот на прошлой неделе состоялось ее первое и, похоже, последнее заседание. Сначала члены комиссии избрали председателя и заместителя, а потом утвердили список вопросов для проверки знаний кандидатов. Вообще, выделю два метода оценки кандидатов. Первый – тестирование. 50 вопросов с несколькими вариантами ответов на все про все 60 минут. Сразу отмечу, что с тестированием в Новодвинске все кандидаты справились достойно. Более 85% правильных ответов. Второй метод оценки – собеседование. У каждого кандидата по 5 минут, чтобы представить свое видение развития города. И 15 минут для ответов на вопросы членов комиссии. И вот интересно, что собеседование проводилось для каждого кандидата отдельно, то есть за закрытыми дверьми. Присутствовали только члены комиссии, секретарь комиссии, прокурор, ну и сам кандидат. И вот, познакомившись со всеми кандидатами, члены комиссии вынесли свой вердикт. На рассмотрение сессии Новодвинского горсовета выдвинута всего одна кандидатура. При этом один из членов комиссии в итоговом протоколе отметил, что не согласен с таким решением. Позже он рассказал, что никакой четкой аргументации превосходства одного кандидата над другими не было. Члены комиссии просто проголосовали и все. Более того, позже и другие члены комиссии в своих комментариях отметили, что все кандидаты выступили достойно и ровно. Тогда напрашивается вопрос, если все были более-менее равны, то почему отбор прошел только один кандидат? Неужели это повторение архангельского сценария? Но самое интересное в этой ситуации то, что новодвинские депутаты сами приняли такие правила игры. Хотя группа народных избранников выходила с поправками в предложенное положение в выборах главы, которые как раз бы нивелировали деятельность этой комиссии. По сути, депутаты предлагали убрать у нее право фильтровать кандидатов. То есть всех, кто подходит по предъявляемым требованиям, допускать до сессии. Тогда под пристальным вниманием общественности, средств массовой информации и всего депутатского корпуса, кандидаты могли бы рассказать о своем видении развития города и ответить на вопросы. Думаю, при таком раскладе политика двойных стандартов, предвзятости или простого мухляжа была бы сведена к минимуму. Но предложение группы депутатов не поддержало большинство. В итоге в Новодвинске выбирать главу будут из одного кандидата на сессии, которая пройдет 3 марта. Кстати, похожая ситуация и в городе Коряжма, где комиссия решила не перегружать депутатов и также предложила только одного кандидата. И смотря на все это, напрашивается интересное размышление. Очень похоже, что конкурсная комиссия начинает ограничивать или даже подменять право депутатов на избрание главы. Но это в корне противоречит идее, которая закладывалась в реформу местного самоуправления в Архангельской области. При этом повторюсь, что у представительных органов муниципальных образований есть право самим принимать правила ее работы. И чтобы остановить подобную порочную практику, нужна просто политическая воля. А если нужна будет консультативная помощь, то мы точно готовы ее оказать. Вообще, следя за реформой местного самоуправления в регионе, у депутатов появляется все больше и больше вопросов к ее реализации. Более того, на прошедшей сессии Архангельского областного собрания был удовлетворен протест прокурора по избранию глав поселений. Теперь местные депутаты вправе сами выбрать, как избирать главу. Всенародно или через депутатский корпус? Подводя всему сказанному итог, отмечу, что реализация реформы местного самоуправления в нашем регионе сильно хромает, если не сказать жуще. Депутатский корпус в курсе этих проблем и, по-моему, уже готов к исправлению ошибок. Что ж, поживем-увидим. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.